МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных событиях уходящей недели в материалах моих коллег-корреспондентов Янаульского телевидения. Меня зовут Алсу Щепотева. И сегодня мы подводим итоги. Здравствуйте. 8 июня свой профессиональный праздник отметили все сотрудники, оказывающие социальную помощь. Среди них работники реабилитационных центров, приютов, домов, престарелых, а также медики, психологи, правоведы. В России День социального работника проходит на официальном уровне в 20-й раз. Центр социального обслуживания населения Альтаир работает в нашем районе пятый год. День соцработника Лисян Хатмулиной, как правило, начинается с магазина. В соответствии с пожеланиями своих подопечных, она покупает необходимые товары, после чего направляется по адресам. Сейчас у Лисян 21 подопечный. Среди них и Римма Сафина. Для бабушки ее визит всегда долгожданное и радостное событие. Полгода с лишним. До Нового года она где-то в ноябре начала. Вот сейчас она посещает. Что скажу? Вот надо вот это сделать. Хотя ей, может, договором не оговорено, но она старается сделать... Конечно, может, ей и не хочется, а может и хочется, но всю землю кире кокмай. Ладно, Римма Сафина, ладно, Римма Сафина. Сделаем, сделаем. Послушные, исполнительные, чистоплотные. А нам что надо, старикам? Только это и надо. Ага. Это ведь не только работа нужна, но и, как говорится, общение нужно. С наступлением лета, помимо домашних занятий, добавились хлопоты и на садовом участке. Сама хозяйка дома уже не справляется с делами в огороде, подводит здоровье. И тут, как нельзя кстати, стала помощь Лисян. С каждым днем совместными усилиями огород и сад становятся все краше. Как и любой социальный работник, она старается оказать не только физическую помощь, но и моральную поддержку. Надо быть, наверное, психологом, наверное, в этой работе. Поэтому не всем здесь, наверное, легко будет. Это надо с людьми работать, общаться уметь надо с людьми. Ну, я всю жизнь, конечно, проработала на таких местах, где, скорее всего, с людьми работала. Поэтому мне может быть и легче из-за этого. С пожилыми людьми тоже, знаете, они у всех характер еще какой. К ним надо подход иметь. Есть такие люди, которым надо и есть, приготовить, посуду помыть, пол помыть, допустим, пропылесосить. Получается, почти всю работу делаем мы. И постирать, и в магазине покупаем все, лекарства, продукты. Но в основном получается все. Да, все обязанности. Сами понимаете, люди, они тем более еще на улицу не выходят. И у них нам надо все равно, что-то даже эти же шторы повесить надо, окна вымыть. Так что вся работа женская на наших плечах получается. Работа центра «Альтаир» направлена на оказание социальной помощи на дому пожилым гражданам, маломобильным людям, а также семьям с детьми до трех лет. На сегодняшний день на обслуживании 36 сотрудников находится 584 человека. Предоставляется более 90 видов услуг. Ну, основные у нас, конечно, виды жизненно необходимые для любого человека. Это, конечно, покупка и доставка продуктов питания на дом, оплата коммунальных услуг, сопровождение в медицинскую организацию, обеспечение лекарственными препаратами, оплата коммунальных услуг. Это самые основные, более распространенные услуги, которые мы оказываем. Ежегодно мы также участвуем в различных конкурсах на предоставление гранта. Вот у нас на стадии реализации идет еще проект «Золотые руки». Осталось только последнее занятие повести. Также хочу еще раз сказать, что мы победили в конкурсе на предоставление грантов главы Республики Башкортостана. Сейчас у нас планируется с июля реализация нашего проекта, продвинутость, время пожилых. По этому проекту мы планируем организовать обучение пожилых людей по компьютерной грамотности. В условиях пандемии, конечно, коронавирусной инфекции, социальные работники не прекращали работу. Мы также продолжали работать. На их плечи легла двойная нагрузка. Мы также оказывали услуги гражданам, в отношении которых установлен режим самоизоляции. Также оказывали услуги по покупке и доставке продуктов питания, товаров первой необходимости, покупке лекарственных препаратов и выносе мусора. Служба наша неравнодушных сердец, социальным работникам может работать не каждый человек. Для этого он обязательно должен обладать человеколюбием, таким качеством, важным для каждого, для любого гражданина. Можно отметить каждого из социальных работников, работающих у нас в центре, по фамильям можно перечислить. Я хочу про всех сказать, что они все очень большие молодцы, очень добрые, порядочные женщины у нас работают, всегда готовы прийти на помощь любому человеку, нуждающемуся посторонней помощи. Работа в условиях пандемии для социальных работников не изменилась, а наоборот стала еще более актуальной. Сотрудники центра работают в том числе и в составе выездных мобильных бригад по обходу граждан, находящихся на самоизоляции. Они, как и прежде, поддерживают всех тех, кто особенно нуждается в их помощи и участии. Гульнара Сиддикова, Нил Сафин, служба новостей Янаульского телевидения. В Башкортостане подтвердили более 4000 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин на еженедельном оперативном совещании его глава Республики Радий Хабиров провел 8 июня. Более 100 человек, переболевших коронавирусом, сдали антиковидную плазму. Она в дальнейшем будет использоваться для лечения тяжелых больных. Медики, работающие с пациентами с подтвержденным COVID-19, получили положенные им федеральные и республиканские выплаты в полном объеме. Радий Хабиров отметил, что в Башкортостане увеличилось количество заболевших пожилых людей старше 65 лет и подчеркнул, что они должны по-прежнему сохранять режим самоизоляции. Из-за сложной эпидемиологической ситуации глава Республики также предложил перенести празднование Дня медицинского работника с 21 на 26 июня. Предприятия Башкортостана могут получить дополнительные бюджетные деньги на закупку средств индивидуальной защиты, таких как маски, перчатки, антисептики. Речь идет о тех средствах, традиционно выделяемых на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Также на еженедельном оперативном совещании в правительстве Республики обсудили ход реализации национальных проектов и уровень инвестиций в экономику Башкортостана. Сразу по завершению видеоселекторной части утреннего совещания глава администрации района Ильшат Вазегатов поздравил социальных работников с профессиональным праздником. Почетной грамотой были награждены сотрудники Центра социального обслуживания «Альтаир» Лилия Ильина, Флорида Ирканаева и Лилина Миниахметова. За добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником Евгения Иргибаева, Фануза Меньшуткина и Гульнаст Немирбаева получили благодарственные письма. Все награжденные работали в непростых условиях в рамках борьбы с коронавирусом и посетили более 400 енаульцев. Родной край, сердцу рай гласит народная мудрость. С этой истиной согласен и герой нашего следующего сюжета. Глава крестьянско-фермерского хозяйства Зинур Валеев родился и вырос в деревне Истяк. Там живет и по сей день. Пять лет назад начал самостоятельно заниматься разведением крупного рогатого скота. Хотя назвать его новичком нельзя. Это дело можно смело назвать семейным. Примером для подражания стал отец. О том, как живется на селе, далее в нашем эфире. Старое здание фермы Зинур Валеев выкупил шесть лет назад. Сделал капитальный ремонт, теперь здесь светло и тепло. Двухмесячные телята кушают с аппетитом и хорошо прибавляют в весе. В день до одного килограмма. В рационе овес, витамины и сено. После трех месяцев их переведут на взрослую еду. Зерносмесь и фураж. В соседнем зале расположился осенний приплод. Здесь же в холодное время идет и дойка коров. Сейчас большая часть стада на свободном выгуле. Всего в хозяйстве более 120 голов крупного рогатого скота. Больше 50 – дойное стадо. Доем на сегодняшний день молока, но через Меркурий сдал сегодня 688 литров. Это без жирности. На жирность еще добавляется жирность 3,8. На жирность добавляется около 80 литров еще. Планы, конечно, есть. КРС купить, молочного стада. Есть уже предварительный договор. Перемская область. Оттуда хочу купить. У них дойное стадо хорошее. Молочное направление. Галштенизированный КРС. Купить хочу 38 голов. Погода в этом году радует, признается фермер. Посев начали 4 мая и закончили в срок всего за две недели. Вот здесь овес посеяно 40 гектаров. Общий 50 посеял пшеницы, ячменя 40, зерносмеси 40. И еще под силос, как зерносмесь, семечкой посеял тоже 40. И разнотравие, клевер, люцерна у меня тоже 70 гектаров. В этом году увеличил площадь на, сейчас оформляется документ, тоже посеянный уже, 98 гектаров. Вот сейчас химпрополку будем делать. И биофунгицид удобрения сюда. Будем тоже вносить опрыскивание, методом опрыскивания при химпрополке. А техника имеется тоже, сейлки есть, культивации, все, борона, все имеется. Комбайн тоже свой. Старый, но работает. Два дня назад приступили к покосу многолетних трав. В хозяйстве есть своя техника. За ее исправностью ежедневно следит механизатор Ирик Шагалиев. Я всю жизнь на полях. Я в колхозе работал. С 83-го года начал. Как говорится, всю жизнь на земле. Вот 56 лет. Старает, нравится, что я хлебород. Не обижаюсь никогда. Зинур Валеев не из тех, кто привык стоять на месте. В планах увеличить поголовье скота. Для этого он выкупил еще одно пустующее здание, где планирует содержать до 200 голов КРС. Есть у него и своя отрада лошади. Породистые кони участвуют в скачках, радуют душу и глаз, признается фермер. Полным ходом идет и кормозаготовка в нашем районе. Общая площадь кормовых культур – 21 тысяча гектаров. Из них более 15 тысяч – многолетние травы. В заготовке кормов участвуют 23 кормоуборочных комбайна, 14 самоходных косилок и 95 грузовых автомобилей. Подробности в материале нашего корреспондента Гульнары Сиддиковой. Технология заготовки сена включает в себя скашивание, сгребание волки и прессование сена. В дальнейшем его будут хранить в сенохранилищах. При заготовке сенажа трава скашивается, затем ее трамбуют в специальные наземные траншеи или курганы и вносят необходимые консерванты. Для силоса в основном применяется кукуруза и зеленая масса многолетних и однолетних трав. В текущем году посеяно многолетних трав на площади более 1700 гектаров. Силосных культур посеяно 1920 гектаров, в том числе кукурузы посеяно 1490 гектаров и подсолнечника 690 гектаров. Также однолетних трав посеяно 1500 гектаров. Многолетние кормовые травы, травянистые, пассивные растения, продолжительные жизни, которых насчитывается не одним годом, выращиваются они на корм скоту. Самые распространенные многолетние травы из злаковых и бобовых трав в нашей зоне – это люцерна, клевер, козлятник из злаковых трав, костер безострый, овсяница, тимофеевка. Эти травы во всех хозяйствах у нас имеются. На качество заготавливаемых кормов влияют сроки скашивания трав. Среди передовых хозяйств нашего района – общество с ограниченной ответственностью ИТС Агра. Из 400 гектаров многолетних трав скошено уже более 80%. Заготовлено 2000 тонн сынажа. На сегодняшний день по хозяйству ведется работа по кормозаготовке и по обработке химизащитой растений. По поводу кормозаготовки мы в прошлом году специально для кормозаготовки закупили два РСМ. Это кормозаготовительная техника, плюс к ним транспортные тележки ПСП-20, они по 46 кубов, а сегодня мы их очень сильнее используем. И также в этом году закупили балкообразователь, лайнер, класс. И также закупили КПР-9, это навешивается на полисе, на Гомельскую. И вот как бы в течение двух-трех дней собрали и вышли на поля. При заготовке сынажа используются аналоги бензойной кислоты, это финский ПРО-2. Он сразу опрыскивается, они установлены бочки на РСМах, они сразу же при извлечении опрыскиваются на зеленую массу. На траншеи работают два трактора, один с бульдозером, другой просто трамбуют. По технологии контролируются за техниками, ветеранами, врачами. Поэтому думаю, что качество кормов будет уже как бы лучше. Ежедневно в обществе с ограниченной ответственностью Аграем производится более пяти тонн молока. В хозяйстве освоили технологии кормопроизводства все наши в упаковке. Для этого используют чешский обмотчик СИМПА. Он позволяет заготавливать высококачественные корма с сохранением всех питательных веществ. Вчера начали кормозаготовку и, как обычно, начинаем в первую очередь заготовку кормов сынаж в упаковке. В этом году уже используем шестой год, нам этот технология понравилась, увидели свои результаты. Качество намного лучше, чем при закладке обычного сынажа. Ну и затраты, само собой, по ГСМ, по времени намного снизились. Закладки сынажа в упаковку заключаются в том, что изначально косим косилкой типа КПП с плющилкой или КРН 2.1. Затем подвяливаем, ворошим и по мере высыхания начинаем крутить рулоны. Для этого используется пресс-подборщик РБ-15. Плотность прессования у него намного выше, чем обычный ПРФ. И уже подвозят на тракторе, именно на территорию фермы. И здесь уже работает обмотчик. В сельскохозяйственном производственном кооперативе «Колхоз Восток» большое внимание уделяют обновлению машино-тракторного парка. По программе «Росагролизинга» приобрели три единицы техники на сумму более 20 миллионов рублей. В том числе обзавелись оборудованием для заготовки сынажа в упаковке. Неоднократно мы наблюдали за соседями, своими коллегами, которые занимаются упаковкой сынажа в пленку. И мы тоже решили купить линейный упаковщик сынажа в пленку. Вот для этого был куплен бывший канадский упаковщик. Так как канадский упаковщик, он производительность у него большая, и было принято нами решение купить еще один пресс. Всего хозяйством нашего района для успешной зимовки скота предстоит заготовить 11,5 тысяч тонн сена, 48 тысяч тонн сенажа, 46 тысяч тонн силоса. Работа в разгаре. Аграрии стараются не упустить ни минуты времени. Гульнара Сиддикова, Нил Сафин, Служба новостей, Янаульского телевидения. Обмануть или взломать банковскую систему безопасности достаточно сложно. Поэтому преступники стараются любыми способами выманить информацию о карте у самого держателя. Для достижения своей цели они используют все доступные ресурсы – телефон, интернет, сайты онлайн, банк, мобильный банк и прочие каналы. Ежедневно злоумышленники изобретают новые способы хищения средств с банковских карт. Предугадать все сценарии развития событий практически невозможно. Однако при соблюдении элементарных мер безопасности любой пользователь сможет предотвратить нанесение ущерба от действий мошенников. Тему продолжит начальник следственного отделения Индира Валиева. Участили случай, что злоумышленникам звонят потерпевшему, представляют сотрудникам службы безопасности из Бибанка России и поясняют о том, что на их счет зачислен кэшбэк. Это возврат денежных средств. Для того, чтобы использоваться данной услугой, необходимо продиктовать трехзначный номер на оборотной стороне номер банковской карты и код, приходящий по СМС-сообщению. Потерпевший, полностью доверяя словам неизвестному лицу, диктует необходимые данные, то есть это номер банковской карты, трехзначный номер, код, который пришел по СМС-сообщению. Злоумышленник, зная данные, которые передал ему потерпевший, входит в личный кабинет Сбербанка Онлайн на потерпевшего, оформляет кредит на потерпевшего и в дальнейшем отключается от звонка. И потерпевшего уже, когда понимает о том, что его обманули, заходит либо в ливочный кабинет Сбербанка Онлайн, либо запрашивает выписку и увидит, что на него оформлен уже кредит. А кредиты зачастую это довольно-таки большие суммы. Могу разъяснить, что затягивание предварительного расследования заключается в том, что звонящие абонентские номера, они зачастую зарегистрированы либо на лиц, которых не существует, либо умерших, либо на лиц, которые вообще фактически не знают о том, что на них зарегистрированы какие-либо номера, либо на старые абонентские какие-то номера, которые ранее были у других лиц, были эти номера. Также банковские счета, они тоже зарегистрированы зачастую не на тех людей, которые к вам звонят. И по результатам полученных ответов, которые мы отправляем в банки, в банки, к оператору сотовой связи, выясняется о том, что либо абонентские номеры, либо счета банковской карты, они зарегистрированы не на территории Республики Башкакастан, то есть на территории, зачастую город Москва, Санкт-Петербург, Архангельской области. Надо быть бдительной, не вступать с ними в разговор, потому что эти люди, кто звонит, они все-таки немножко психологи, они уговаривают, убеждают, и потерпевший, он все равно верит. Вечером 10 июня на очередной совместный рейд вышли сотрудники полиции и комиссии по делам несовершеннолетних администрации района. Они проинспектировали территорию городского парка. В этот день в нем было многолюдно, гуляли как родители с малышами, так и дети. Причем многие из них не соблюдали рекомендованный масочный режим. Несколько дней назад в парке запустили фонтан. В такой жаркий день он как магнит притягивает маленьких горожан. Однако купаться здесь запрещено законом, предупреждают специалисты. На дворе наступили жаркие летние деньки. И наконец в Янауле запустили фонтан, что является нашей гордостью. Но, к сожалению, есть люди, которые омрачают радостью на улице. В последнее время участились случаи купания маленьких детей в фонтане. Хотелось бы напомнить родителям, фонтан это не место для общественного купания и является общественной собственностью. Часто дети падают, подскользнувшись в фонтане, и как следствие могут выбить зубы, сломать руку. И вообще может случиться самое непоправимое, учитывая из чего сделан фонтан. Хотелось бы обратиться к родителям. Уважаемые родители, не допускайте купания в фонтане ваших детей. Если ваш ребенок будет замечен при купании в фонтане, мы можем вызвать сотрудников полиции, которые составят на вас административный протокол по части 1 статьи 535 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Ненадлежащее исполнение обязанств по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей. И в обязательном порядке вы будете поставлены в учет как к нам в Комиссию по делам несовершеннолетних, так и в органы внутренних дел, что никак не скажется положительно на вашей характеристике. Кроме того, при купании в фонтане дети могут повредить и сам фонтан, а здесь уже будут привлечены к ответственности ваши несовершеннолетние дети. По статье 7.17 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Повреждение чужого имущества». И хотелось бы напомнить, что никто не отменял статью 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Нарушение правил поведения при возникновении чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». В это время все должны находиться дома и не посещать общественные места, и уж тем более не находиться без средств индивидуальной защиты. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Берегите себя, оставайтесь с нами. Встретимся на следующей неделе. Встретимся на следующей неделе. Встретимся на следующей неделе. Встретимся на следующей неделе. Внимание! В аптеках Фармленд феноменальный кэшбэк 10% на все покупки от 500 рублей. Скидки сохраняются. Приходи, покупай, экономь с Фармлендом. Территориальная избирательная комиссия Наульского района сообщает о режиме работы в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. С 5 по 29 июня включительно в рабочие дни с 10 до 20 часов перерыв с 13 до 14 часов. Выходные и праздничные дни с 10 до 14 без перерыва. Участковые избирательные комиссии работают с 16 по 29 июня включительно. В рабочие дни с 10 до 20 часов. В выходные и праздничные дни с 10 до 14. 24, 25, 26 и 29 июня с 16 до 20 часов. 30 июня с 9 до 14 часов. Как найти свой участок для голосования? Узнать, где находится ваш участок для голосования, вы можете на официальном сайте Центра избиркома в разделе «Цифровые сервисы» или в личном кабинете на портале «Госуслуг» в разделе «Мои выборы», а также позвонив в информационно-справочный центр ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру 8 800 200 20. Голосовать легко! Янаульскому телевидению требуется видеооператор. Мы ждем коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Янаульскому телевидению требуется корреспондент в отдел музыкальных поздравлений. Требования – высшее образование, грамотная речь, хорошая дикция, знания татарского и башкирского языков. Справки по телефону 5 0402.